Всем привет! Рада видеть вас на YouTube-канале Гельтек, и мы вместе с Ириной, я думаю, что вы все ее знаете, это врач-косметолог, физиотерапевт. Поговорим сегодня о новинке, которую вы так долго ждали, но кто-то, кстати, ждал с умом, потому что входил в фокус-группу по тестированию этого продукта, но тем не менее. Многие спрашивали, когда же он выйдет, когда же выйдет, ну вот как вы думаете, я о чем говорю? Конечно же, об однопроцентном ретиноле, и тут аплодисменты должны быть за кадром, потому что многие действительно так хотели его попробовать, потому что уже испробовали все продукты с ретинолом Гельтек, это и 0,25%, и 0,5%, и уже были готовы переходить к более мощной артиллерии, но этого продукта все не было и не было, да, Ирина? И вот он перед нами. Чем он отличается, помимо процентов ввода и упаковкой, от своих младших братьев? Рождался в муках, действительно, и на самом деле однопроцентный ретинол очень сильно отличается от двух его других собратьев 0,25% и 0,5%. В первую очередь текстурой. У него безводная текстура, здесь на самом деле силиконовая основа, и сам ретинол тоже отличается, то есть ретинол здесь инкапсулированный, то есть в липосомальной форме присутствует, и тем самым он не настолько жестко воздействует на кожу, как, например, свободный ретинол. В 0,25% и 0,5% в ретидермах у нас комбинация липосомального инкапсулированного и свободного ретинола. Это одна и та же форма, на самом деле, ретинола, которая должна пройти два шага до превращения в ретиновую кислоту, но липосомальная форма, она считается более мягкой именно по воздействию на кожу, то есть по своему раздражающему потенциалу. Поэтому в 1% здесь тоже ретинол, но только инкапсулированный. На самом деле инкапсуляция ретинола, она еще имеет определенную хитрость и дополнительную функцию. Когда липосома разваливается, проходя через эпидермальный барьер, высвобождая ретинол, она сама, вот эти фосфоциделухолиновые компоненты, они встраиваются в кирпичики нашего эпидермального барьера и немножечко ее ремонтируют. То есть дополнительно еще раздражаешь потенциал, вот это шелушение, дискомфорт уменьшается. Поэтому здесь совершенно другой препарат, на самом деле, то есть это не собрат вот этих двух ретинолов, а совершенно другой. Новое поколение. Да, новое поколение, можно сказать, потому что здесь у нас комплексные препараты с витамином С, еще с неоциномидом составе. Здесь у нас компонент-хедлайнер однопроцентный ретинол, инкапсулированный. В дополнение ему здесь находятся уже те компоненты, которые будут либо потенциировать его действия, то есть, например, полиметавилтрепептид-1, который является сигнальным пептидом и работает в синергии с ретинолом. То есть тоже запускает все процессы коллагенообразования и работает с обновлением кожи. И те компоненты, которые будут помогать уменьшить дискомфорт от применения ретинола, будут восстанавливать ее. То есть здесь биоцерамидный комплекс, здесь находится сквалан, здесь находится витамин Е, то есть бисоболол. То есть это те компоненты, которые снижают чувствительность кожи. То есть здесь такой комплекс, как бы мы с одной стороны таким мощным однопроцентным ретинолом воздействуем, а с другой стороны пытаемся вот соломку подстелить и смягчить его раздражающий потенциал. Но в любом случае это не для новичков, правильно? То есть либо мы начинаем с меньшей дозировки и потом переходим на большую, либо начинаем с меньшей частоты в неделю, с одного раза в неделю. Ну да, я бы сказала, что на однопроцентный ретинол можно переходить либо после 0,25, либо когда вы уже, допустим, использовали и 0,25 и 0,5. Но в данном случае, например, если кожа реагирует очень дискомфортно на применение 0,5% ретинола, может получиться так, что однопроцентный для этого человека будет более комфортно переносимым. Это всё индивидуально очень, то есть кожа у всех разная, гидролепидный барьер у всех по-разному состоятельный. Кроме того, сам роговой слой может быть у кого-то более толстый, у кого-то менее толстый, у кого-то кожа более чувствительная, у кого-то менее чувствительная. И поэтому здесь на самом деле может подойти одному, например, 1% ретинол больше, чем 0,5, а кому-то, например, хочется более жёсткого воздействия, и 0,5 окажется более жёстким. То есть такие ситуации тоже могут быть, поэтому не нужно ждать, что, например, от 1% ретинола вы обязательно покраснеете, обшелушитесь и почувствуете на себе всю жесть ретинового дерматита. Он достаточно комфортно переносится. Поэтому для тех, кто уже использовал, допустим, 3-4 месяца ретинол в виде ретинерма 0,25, вполне можно перейти на единичку. Если всё-таки говорить о том, чтобы смягчить его действие, то есть перенести адаптационный период легче, какие продукты мы можем порекомендовать для этих целей? Чтобы перенести легче именно проявление ретинол-дерматита, главное мягко очищать кожу. То есть мы берём самую мягкую умывалку, средство для очищения кожи. Ну, в гильтеке можно взять любую, потому что все они не содержат лаурилсульфата или лаурилсульфата, содержат только мягкий паф. Мы используем мягкие тоники, которые, например, снимает чувствительность, например, кипкаун тонер. Мы можем, если ретинол часто используют люди всё-таки категории возрастной 40+, и так далее, тут уже, как говорится, мы можем взять тоник с какой-то дополнительной ещё нагрузкой функциональной, то есть, например, лосьон-концентрат Нео с 10% дегидрокерцетином и сосудоукрепляющими компонентами, чтобы ещё он работал и как антиэйдж, и работал с нашими сосудами. Чтобы снять чувствительность на фоне ретинола, мы можем добавить в уход, например, кремы с более смягчающими, успокаивающими компонентами. Например, восстанавливающий крем NMF Protection очень хорошо ложится в комплексный уход вместе с ретинолом. Но, помимо всего прочего, надо не забывать о том, что воздействие ультрафиолета тоже для нас нежелательно на фоне использования ретинола. Поэтому мы используем средства солнцезащитные в дневное время, либо с максимальным индексом SPF, либо, если это, допустим, осенний-зимний период, можем и, допустим, использовать CC-крем с SPF 25. Смотрим по уровню индекса инсоляции в прогнозе погоды, насколько он высок в нашей местности. А также к ретинолу в дополнение, то есть мы его используем всегда вечером, а днем, например, то есть в утреннем уходе, мы можем что-то еще добавить, то, что будет работать тоже на антиэйдж эффект. Два варианта у нас есть для этого. Это, например, пептиды, то есть сыворотка 5 пептидов, или, например, мощные антиоксиданты в сыворотке CNG. И тогда у нас рутина будет выглядеть так. Утром, например, 5 пептидов под SPF, либо CNG под SPF, и вечером у нас будет ретинол. В те вечера, когда ретинола нет, мы используем, опять-таки, то средство, которое использовали утром. Потому что ретинол, как известно, мы используем только на ночь, в вечернее время, днем мы его не наносим. Ну и вообще у ретинола есть определенные правила, которые, собственно, нужно соблюдать, когда мы такой активный... Защита от солнца. Если, например, мы используем ретинол зимой, она все так же обязательна? Она обязательна, если мы не уверены на 100%, что у нас ультрафиолетовый индекс не будет в течение дня подниматься выше 2. Потому что если мы используем в уходе агрессивные компоненты, такие как ретинол, например, или кислоты, то нам желательно, вне зависимости от индекса инсоляции в прогнозе погоды, все-таки в дневное время используется SPF. Другое дело, что мы можем использовать не максимальные значения SPF, особенно если мы недолго находимся на улице. То есть можем использовать 15 или 25 SPF, но все-таки защита от солнца нужна. Мы подобрали солнцезащитный крем, две прекрасные сыворотки, поговорили о предшественниках и чем они отличаются от новинки, как успокаивать кожу. Но у нас же есть еще декоративная косметика, которая несет и функцию выравнивания тона кожи, и защиту от солнца. Да, мы на самом деле в качестве защиты от солнца и одновременно выравнивания тона при помощи светоотражающих частичек и пигментных капсул можем использовать CC-крем. CC-крем у нас в двух оттенках есть, соответственно, отличается количеством пигмента. То есть здесь не, допустим, не розовый и бежевый оттенок, а просто чуть более прозрачное нанесение и чуть менее прозрачное нанесение. То есть 0,1 – это совсем полупрозрачное покрытие, 0,2 – это чуть больше плотность нанесения будет крема на лицо. Я бы хотела бы еще, наверное, сказать про правила нанесения ретинола. Обязательно, обязательно. Это тоже очень важно, потому что ретинол – это достаточно сильный компонент, и использовать его просто как обычный крем – это будет фатальной ошибкой. Да, поэтому всегда мы используем эти правила, следуем правилам, которые гласят, что ретинол мы, конечно же, не используем, если мы планируем беременность или мы уже ждем ребенка. Потому что все-таки, хоть он и топический ретинол, то есть наносится на поверхность кожи, но никто в здравом уме и твердой памяти не тестирует даже топический ретинол на беременных женщинах. А пероральный, то есть системные ретиноиды, которые принимаются внутрь в виде таблеток, имеют негативное влияние на плод и у человека, и у животных. Поэтому не применяем во время беременности. Есть правила нанесения, например, правила горошины, то есть мы не наносим большое количество ретинола, а, как правило, доза, которой хватает на лицо – это одна горошинка. Соответственно, плюс шея и декольте – это еще одна горошинка. Не забывайте про тыльную поверхность рук, которую тоже желательно… Ну и под глаза, конечно. Да, под глаза не желательно наносить. На самом деле, ретидерм 0,25, в принципе, на переорбитальной зоне по косточке нормально себя ведет, с 1%, ну, я бы сильно так не рассказывала. А вот шея, потому что некоторое лицо нормально, а шея вот здесь чешется. Вот надо смотреть, как бы, по агрессивности, потому что бывает очень часто, вот, как бы, у нас есть уже люди, которые достаточно долго пользовались 0,25 и 0,5, и у многих, в том числе, кстати, и я такой же человек, для меня, например, 0,25 в переорбитальной зоне на шее хорошо себя ведет, а 0,5 мне уже дискомфортно. Поэтому, соответственно, можно также использовать два вида, например, ретинола в разных зонах, но могу сразу сказать по себе, 1% я пользуюсь и пользовалась, и мне он достаточно комфортен на всем лице, по косточке я его наношу и на шее, и, как бы, переносится очень хорошо, благодаря, как раз, наверное, все-таки инкапсуляции ретинола. Следующее правило – это кратность нанесения. Всегда ретинол мы вводим в уход постепенно, то есть начинаем с 1-2-3 раз в неделю, соответственно, если это 0,25-2-3 раза в неделю мы начинаем, да, 1% вводим тоже начинаем, не продолжаем сразу через день, да, а начинаем опять с 2-3 раз в неделю, и потом выходим за месяца-полтора на режим через день. Вот такие вот нюансы применения, они, как бы, важны их соблюдать, потому что ретиноидерматит нам не нужен, а эффект нам нужен. И отсроченный эффект мы ждем после начала применения ретинола где-то через 3-4 месяца, это будет максимально, когда мы будем уже видеть вот это уплотнение кожи, потому что в самом начале применения как раз эпидермис сначала истончается немножечко, а потом уже начинает вырабатываться больше молодых клеток и на базальной мембране эпидермиса, и коллагеноластин начинает вырабатываться, то, что ретинол на фибробласты дермы действует, и, соответственно, кожа уплотняется, увеличивается толщина эпидермиса, и тогда уже ретиноидерматит не беспокоит. Мы, кстати, в последнем видео поговорили о повышении чувствительности кожи, поэтому если у вас чувствительность повысилась, то обязательно посмотрите это видео. Что ж, я уверена, что вы действительно ждали эту новинку, кто-то ее уже попробовал, кто входил в фокус-группу. Это уникальная новинка, уникальна она тем, что она удобна в нанесении, даже при том, что концентрация высокая, вам будет удобно использовать этот продукт. Ирина, спасибо за этот разговор. Действительно, я думаю, для многих он был очень важным. Хотелось получить пояснение о таком замечательном продукте, который появился в ассортименте Гельтек. То есть их теперь у нас с вами три. По росту вы станете, по концентрации. Да, самая большая ретиноевая семья Гельтек. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если у вас есть вопросы по ретинолу, например, вы не до конца понимаете, как его использовать, задавайте эти вопросы внизу. Пожалуйста, не забывайте поставить нам лайк, мы старались. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. И, конечно, подписывайтесь. Всего хорошего. До свидания. Спасибо.